Доброе утро! Возможно, некоторым в это трудно поверить, но оказывается, утро – самое счастливое время суток. И доказательство тому – наибольшее количество жизнеутверждающих записей в интернете, нежели днем или вечером. Такой всплеск позитива ученые объясняют очень просто – отсутствием в ранние часы стресса. Так что утреннее эспрессо, я Екатерина Тарасевич, постараемся поддержать положительную динамику вашего настроения. Ну а результат, надеемся, будет закреплен в улыбке и отличном расположении духа. Всем хорошего начала дня! Сегодня в утреннем эспрессо. Долгожданное тепло. В теме дня узнаем, насколько готовы коммунальные службы к началу отопительного сезона. Мастер-класс отремесленников и дегустация старины. Расскажем о новом музее в Беловежской пуще. Пожарные дружины, секреты здорового питания и английский на новом уровне. В многопрофильном центре детей и молодежи стартовал новый сезон. Сегодня 8 октября среда. Всем известно, что осень – самая лучшая пора для того, чтобы запастись витаминами. Выбор овощей и фруктов для этого огромный. А вот наши предки 8 октября на Сергея Капустника по обыкновению рубили, нетрудно догадаться, что, конечно же, капусту. Причем опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками, не раньше, иначе она закиснет. Ну, а помимо заготовки белокочанной, именно по этому дню еще судили и о предстоящей зиме. Если выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября. Ну, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Так давайте же скорее узнаем, насколько это утверждение будет соответствовать правде. Смотрим прогноз погоды на сегодня, 8 октября. Смотрим прогноз погоды на сегодня. Смотрим прогноз погоды на сегодня. Мы продолжаем. На этой неделе вот уже в третий раз в нашей стране стартовала Белорусская архитектурная неделя, приуроченная ко Всемирному дню архитектуры. В Брестской области участие в этой акции принимают профильные учебные заведения. Это Брестский, Березовский и Пинский строительные лицеи, а также Брестский и Кобринский политехнические колледжи. Всю неделю здесь будут организованы выставки макетов учащихся строительного отделения «Зову в профессию». Кроме того, будет фотовыставка «Брест. Город современной архитектуры и скульптуры». Также пройдут круглые столы, состоятся встречи в архитектурных бюро и на строительных площадках. И кроме этого будет организована экскурсия по архитектурным памятникам Пинска и историческим объектам Брестской области. В общем, всех, кого интересует строительство или архитектура, думаю, смогут получить исчерпывающую информацию по этим вопросам. А вот узнать подробности о других событиях из жизни нашего региона можно прямо сейчас из утреннего обзора прессы. Какие проекты готов профинансировать на Брещене Евросоюз? Оказывается, на принятие решений может повлиять каждый житель области. Достаточно зайти на сайт Полесского аграрно-экологического института и принять участие в обсуждении стратегии устойчивого развития Брещена на период до 2030 года. К предложениям обещают прислушаться ученые и чиновники, заверяют журналисты вечерки. Интересный гость побывал в Березе по приглашению начальника местного военного гарнизона. Это профессор истории из Санкт-Петербурга, который является прямым потомком священномученика Сергия Флоринского, канонизированного Русской Православной Церковью в 2002 году. В начале 20 века отец Сергий был священником в пехотном полку в Березе, а в наше время военнослужащие Березовского гарнизона считают Сергия Флоринского своим небесным покровителем. Поговорить с его внуком удалось корреспонденту вечерки. От Варшавы до Жабинки. Такой жизненный путь у Натальи Савиновны Шермаковой. Родилась в Варшаве вместе с мужем, участником известного карибского кризиса, повидала мир. И сегодня эта миниатюрная женщина с мужским характером в свои 82 года ведет активный образ жизни. О ее интересной судьбе рассказывает Жабинковская районная газета «Сельская правда». В этом году Кобринской районной ветеринарной станции исполнилось 75 лет. О современной деятельности учреждения читайте на страницах свежего номера районной газеты «Кобринский вестник». Природа, кажется, окончательно запуталась в перипетиях погоды. К примеру, не так давно в деревне Леошки Березовского района зацвела груша, а на днях в березе набрала цвет японская айва. О необычных явлениях в газете «Маяк». Минувшие выходные Пинск отпраздновал День города. О том, как пинчане отметили очередной день рождения своего города, читайте в газете «Полесская правда». 9 месяцев текущего года животноводы Пинщины могут записать себе в актив. Заведующий отделом экономики «Полесская правда» разбирался, с какими итогами сработала животноводческая отрасль и что стоит делать, чтобы завершить год достойно. 11 октября в Пинском лесхозе пройдет добровольная акция «Чистый лес». О задачах и масштабах, а также о том, как стать участником добровольной акции, читайте в газете «Полесская правда». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы утреннего «Эспрессо». Поговорка «Готовь сани летом» не теряет своей актуальности и по настоящее время. Что же касается работников жилищно-коммунального хозяйства, то для них эти самые сани – мероприятия, направленные на подготовку объектов к работе в осенне-зимних условиях. Все ли готово к началу отопительного сезона в нашем регионе? И когда в этом году стоит ждать долгожданного тепла в квартирах, детских садах и других учреждениях? Ответы на эти и другие вопросы узнаем у гостя программы в студии «Утреннего эспрессо» Сергей Ананев, начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ. Сергей Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну вот специально готовюсь к нашей программе. Накануне я позвонила брестским метеорологам и поинтересовалась, какой же прогноз в ближайшее время. Ну вот меня заверили, что до 12 октября минимум будет тепло, даже вот к концу недели 20 градусов можно ожидать. Я так понимаю, еще не скоро у нас включат отопление, да? Ну мы тоже интересуемся прогнозами, также есть у нас связи с гидрометом, да, действительно, включая, наверное, выходные дни, вероятность включения, ну скажем, невысока. Напомню, что включение отопления производится при температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и ниже в течение 5 дней подряд. Вот в данном диапазоне температур в первую очередь подключаются у нас социальные объекты. Это детские сады, медицинские учреждения, школы, дома престарелых, ну и прочее, к которым можно отнести. При температуре плюс 8 градусов и ниже в течение 5 суток подряд мы начинаем подключение жилищного фонда. Ну и сразу за подключением жилищного фонда подключаются по мере подачи заявок все остальные потребители, организации, учреждения, предприятия, ну и прочее. Вот еще всему этому предшествует распоряжение областполкома. Вот при достижении названных температур выходит на разрешение областполкома, которое дает право на включение отопления. То есть команду, да? Можно сказать и так, команду. Распоряжение областполкома носит общий характер, он разрешительно рекомендательный. То есть вот в районных центрах области на местах также гороисполкомы и предприятия жилищно-коммунального хозяйства следят также за температурами, данными температурами. Ну и соответственно после выхода распоряжения областполкома они принимают также соответствующие собственные распоряжения. Ну и начинается соответственно вот вся работа по подключению. То есть нельзя сказать, что одновременно по всей области начинается подключение, да, отопление. Где-то может быть и раньше, где-то... Ну бывает по-разному, все зависит от погодных условий. Знаю, что работа сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, да, по подготовке к отопительному сезону начинается весной даже. Вот на этот раз много ли работы было, все ли успели подготовить? Ежегодно, ежегодно по завершению отопительного периода, наверное, спустя буквально две недели мы формируем у себя в управлении областную программу по подготовке вот к осенне-зимнему периоду. Называется она рабочая программа. Она включает в себя комплекс работ и по тепловому хозяйству, и по жилищному фонду, и по водопроводно-канализационному в том числе. Данная программа утверждается приказом по управлению ЖКХ и вступает в действие, как правило, там с 1, 2, 3 мая. То есть, другими словами, вот нам отведено практически 5 полных месяцев на то, чтобы, ну, выполнить эти все мероприятия, которые предусматриваются данной программой, и быть в готовности номер один к пуску тепла. Готовность номер один, вот, названными правилами, которые я упоминал, у нас определенная дата, 1 октября. Сергей Алексеевич, вот насколько я знаю, когда дается старт, так скажем, да, к отопительному сезону, не стоит сразу всем домам ждать одновременного включения, да? То есть, это в зависимости от территориального расположения знаю котельной или какие-то другие характеристики, которые вот изменяют время включения, так это? Да, время подключения зависит, прежде всего, от количества абонентов, которые подключены непосредственно от данной котельной. Бывает, там подключают в течение двух часов, допустим, если рассмотреть нашу систему и город Брест, то существует такое понятие, как график подключения. График по продолжительности 5 дней, вот, если взять конкретно город Брест, то это 5 дней. Обычно наши службы справляются за 2-3 дня. Ну, хочу вот по данному вопросу сказать следующее, потому что после выхода распоряжения, естественно, начало включения, то есть, нужно жителям набраться немножко терпения. То есть, если там подключили соседний дом, а вас еще не подключили, не надо трезвонить, надо просто немножко подождать еще. Может быть, это полдня или день. И второе, после подключения системы отопления нам дается 10 дней на ее регулировку и развоздушивание системы отопления. Здесь тоже, если у вас, допустим, признано подключение и не греются радиаторы, нужно просто позвонить в жилищно-эксперсионные службы и оставить заявочку. Если там не через час, то через два или там на следующий день к вам все равно придут и сделают необходимые работы. То есть, надо сразу звонить там по высоким инстанциям и прочее, прочее. Это ничего не изменит, по большому счету, и с теплом будут все. В то время, как вы работаете, с 1 октября, что должны делать жильцы? Должны они как-то особое внимание уделить батареям, другим каким-то системам, дабы не случилось каких-то экстренных ситуаций, когда включат отопление? Что касается жильцов, если брать многоквартирные жилые дома, то системы отопления нет. Вмешательства в нее жильца не допускаются. То есть, вот вместе, допустим, с приватизацией квартиры, вот эти батареи, так называемые батареи, разводка, оно не приватизируется. Это оно остается с домом вместе, все инженерные системы. Ну, а привести свое жилище в порядок, естественно, ну, очень даже необходимо. И прежде всего, это утепление оконных проемов. Хочу сказать, что вот все потери тепла, которые производятся с квартиры, это в первую очередь неплотности оконных проемов. Второе еще, наверное, такое направление, которое характеризуется большими теплопотерями из квартиры, это система вентиляции. У нас она, как правило, присутствует в ванной комнате и в кухне. Советую там прежде всего установить решетки жалюзиного типа. То есть, если как бы ничего не готовится дома, нет необходимости там в активной вентиляции, просто не совсем, наверное, закрывать, а прикрывать их там наполовину, больше. Большое спасибо за советы, надеемся, что наши телезрители прислушаются к ним. Ну, и все вместе наберемся терпения, будем ждать, когда же в нашем батарее появится тепло. Большое спасибо вам за участие в нашей программе, Сергей Алексеевич. Пожалуйста. О начале отопительного сезона в нашем регионе говорили сегодня Сергей Мананьевым, начальником отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году родилась Марина Цветаева, русская поэтесса, одна из самых ярких поэтических фигур первой половины 20-го столетия. Из записи Цветаевой нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь, короче, свои настольные. 8 октября 1938 года родился Владимир Яковенко, белорусский ученый-физик-педагог, заслуженный работник народного образования Беларуси. Автор первого на белорусском языке курса огульной физики механика и других пособий для школ и вузов. В 1939 году в деревне Добучин Пружанского района родился Эдвард Жаврит, белорусский ученый в области онкологии, доктор медицинских наук, профессор. Работал в Белорусском институте усовершенствования врачей, позже в Белорусском научно-исследовательском институте онкологии и медицинской радиологии. Автор ряда научных работ, лауреат Государственной премии Беларуси. 1963 год. Беларусь подписала московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В ноябре этого же года договор был ратифицирован. Продолжаем тему путешествия, только уже не во времени, а в пространстве. Белорусская железная дорога расширяет количество маршрутов, которые дают право на скидки при раннем приобретении билетов. На сегодняшний день специальные тарифы действуют более чем в 20 направлениях. В список попали еще и поезда номер 132, 131 и 76, 75 Брест-Москва, а также номер 68, 67 Брест-Саратов. Но стоит помнить, что скидки действуют только в международном сообщении между Белоруссией и Россией. Так что если вы приобретете билет в этом направлении в период от 60 до 30 суток, то сэкономите 15% от общей стоимости билета. Ну а если купите билет в период от 30 до 20 суток, то скидка составит 10%. Счастливого пути мы пожелаем всем, кто в ближайшее время отправляется в дорогу. Мы же прямо сейчас совершим маленькое путешествие в Беловежскую пущу. О новом музее, открывшемся в заповеднике, расскажет Татьяна Болтуть. В этот дом супруги Кобылкевичи въехали пару недель назад. Сейчас потихоньку обзаводятся хозяйством. И все бы ничего, но каждый день в их дворе проходят целые паломничества. Всему причиной быт. Ходили по деревням, кланялись, просили, нам открывали старые заброшенные дома. Кто где, что мост, потом уже останавливались. Светочка у меня есть то, светочка у меня там предсто. И мы собирались, все свозили сюда. Как оказалось, эта хатка в центре Беловежской пущи совсем не простая. В сенях стоят жернова и маслобойки, а внутри имеется бабий угол, колыбель и печь. Точь в точках два столетия назад. А все ради того, чтобы познакомить туристов с жизнью как минимум четырех поколений пущанцев. Супруги живут в интерактивном музее. Уникальные вещи. Мы не знали, что это такое, пока нам не объяснили. Ляду. И накатывали лес. Бревна накатывали лес. Еще одну такую вещь вам покажу. Собака. Собака. Это была льдачарная работа. Поджималась и выравнилась крючка. В этом музее, музее народного быта и старинных технологий, все предметы уникальны. И несмотря на возраст, все работает. Именно за таким вот исключительно деревянным оборудованием вечерами женщины ткали половики до покрывала. Еще один эксклюзив, который можно увидеть только в Каменецком районе, это изделия, изготовленные по старинной технологии двухосновного ткачества, которая, к слову, занесена в список нематериального культурного наследия республики, ведь известно только мастерицам из четырех местных деревень. Подвойное ткачество или двухосновный диван, ткется он из двух полотен. Видите, только соединяется, два полотна ткется, а соединяется именно где узор. На одну сторону один цвет, на вторую – второй цвет. В этом музейном комплексе на одном подворье можно встретить и бондаря, и кузнеца, и резчика по дереву. А еще увидеть, как они, используя старинные технологии, делают гвозди и бочки. И попробовать смастерить что-нибудь своими руками. Еще, еще, ничего не сломай! Мало, во-первых, сейчас заведений, где этому учат. Многие люди даже спрашивают, где можно отдать ребенка, хотя бы в какой-то маленький кружочек, так вот, чтобы человек мог попробовать. Я думаю, все профессии познаются в сравнении. Везде интересно то, что можно попробовать своими руками, то, что было у нас раньше, в доме вообще очень замечательно. То, что вот касается вот этого нашей старины, нашей бабушки, дедушки, а ты это видишь сейчас, в настоящее время. А ведь это только начало, только первая очередь туристического комплекса. Совсем скоро дом и его двор станут центром ремесел. И хотя отказываться от холодильников да прочих благ цивилизации вряд ли кто-то из нас захочет, вернуться на пару столетий назад, заехав в Беловежскую пущу, очень даже можно. Что ж, не упустите возможности побывать в этом музее. Ну, а мы продолжаем, мы сейчас еще немного занятной информацией. Ученые по-прежнему не теряют времени зря. И вот на этот раз развенчали миф о том, что яичница по утрам – это весьма тяжелое блюдо. Оказалось, что все наоборот. При потреблении яичного белка калории израсходуются быстрее, насыщая тем самым организм питательными веществами и энергией. А чувство сытости помогает дольше оставаться бодрым и сохранять концентрацию внимания. Так что новый слоган от британских гуру науки – яичница по утрам заряжает лучше кофе. Проверить это прямо сейчас утром не составит, думаю, никакого труда. Ну, а для всех, кто предпочитает более разнообразное меню, интересно будет посмотреть очередной мастер-класс от шеф-повара отеля «Эрмитаж». Доброе утро. В предыдущей программе я готовил традиционное русское блюдо – окрошку. Сегодня я решил приготовить окрошку, но по другому рецепту, более оригинальному. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится редис, огурец, помидор, авокадо, стебель селедерея, укроп, лук, креветки, перепелиное яйцо и йогурт. Сначала мы порежем редис, все как обычно, очистим. Нарежем его мелко, мелкой соломкой. Также нам понадобится огурец. Возьмем пол огурца. Также вырезаем мелкой соломкой. Помидор. Возьмем половинку помидора. Вырежем всю мякоть изнутри. Мякоть нам не понадобится. Нам понадобится только эта часть помидора. Нарежем мы ее небольшими кубиками. Берем авокадо. Нам понадобится совсем немножко, буквально какая-то пятая часть. Чистим кожу. Таким же кубиком, как и помидор. Берем стебель селедерея. Нам понадобится только вот эта вот часть, совсем немножко. Нарежем ее просто довольно мелкой соломкой. Немного креветок, уже очищенных и отваренных. Их произвольной нарезкой. Немного перчим. Солим. Все это тщательно перемешиваем. И выкладываем. Перепеленное яйцо. Немного укропа. Лука. И теперь мы это все заливаем йогуртом. Для окрошки я использовал био-йогурт без красителей, без сахара. Просто полностью натурально. И вот наше блюдо готово. Сегодня мы приготовили окрошку на йогурт. Совсем нетрадиционную. С вами был шеф-повар отеля «Эрмитаж». Гриньин Иван. Приятного аппетита. С вами был шеф-повар отеля «Эрмитаж». С вами был шеф-повар отеля «Эрмитаж». Редактор субтитров А.Семкин. Спасибо Ивану, а мы продолжаем. Если кому-то сегодня не хватает зеленых красок за окном, тогда стоит, возможно, поучаствовать в экологическом проекте «Зеленая карта». Брест присоединился к нему два года назад, а вот недавно эстафету принял и город Барановичи. Эта интерактивная карта дает возможность подарить вещам вторую жизнь с другим хозяином. Это может быть одежда, обувь или книги. Кроме того, в обозначенные пункты приема можно сдать макулатуру, батарейки, изделия из пластмассы и металла, а также отработанную бытовую технику. Кроме того, на зеленую карту нанесены участки, где необходимо облагородить территорию. Кстати, сделать родной город чище в силах каждого из нас. Подробности можно узнать на сайте, который вы сейчас видите на своих экранах. А вот узнать о том, как не навредить птицам, которые остаются зимовать в нашем регионе, можно прямо сейчас. Подробности в сюжете Татьяны Колокольцевой. Совсем скоро трели и щебетания пернатых станут все реже. Приближается зима. Но не все перелетные решаются на дальнюю дорогу. В последнее время многие предпочитают не улетать. Но, как правило, морозная зима становится роковой порой года для этих птиц. Часто пернатые погибают и от холода, и от голода. А в том, что остаются они на зимовку, виноваты мы сами. Подкармливая птиц летом и по осени, мы даем понять, что здесь идеальные условия для жизни. На деле же, оказывается, все не так. Да, природа жестокая, но она ничего не делает просто так. И, в принципе, животные должны трудиться, чтобы пропитаться. Если они видят все готовое, если они получают все готовое, то они перестают заботиться о себе. И вот один из примеров, когда птицы остаются здесь на зиму. Зимой, естественно, люди не способны прокормить такое количество птиц, опять же, которое потенциально может остаться. Это один. Номер два. Есть птицы, которые постоянно здесь зимуют. Врановые, грачи, вороны, галки, сороки и так далее. Зимуют в таком количестве, что если люди даже будут пытаться зимой прикормить аистов, скорее всего, угощение достанется вот традиционно зимующим птицам, которые не боятся людей. Да, в последние годы все чаще можно слышать о задержавшихся аистах по разным причинам. Вот этого вот аиста совсем обессиленным птенцом нашли на одном из дачных участков. С тех пор бусю, так назвали птицу, каждый день подкармливают дачники. Но приближается зима, и что делать с аистом, никто не знает. Этот пернат и пока не подозревают, что любимое гнездышко совсем скоро перестанет быть надежным пристанищем. От морозов оно не спасет. И не всегда рядом смогут оказаться те, кто сегодня каждый день кормит аиста. Буся даже не понимает, что людей надо бояться. Наоборот, при появлении хозяев дачи обязательно залетает во двор и периодически заглядывает в ведерко, где должна быть вкусная рыбка. Но на практике, если мы кормим аистом мясом или еще какими-нибудь вкусностями, то он просто думает, что ему нет необходимости самому добывать пропитание, самому охотиться, и тем более нет необходимости совершать это грустное путешествие, которое так всегда трогало сердца, улетать с родины. Да, птица думает, что она способна здесь прокормиться и остается. Подкармливать аистов тем более не стоит, поскольку эта птица еще, слава богу, не пришла к мысли, что можно здесь оставаться на зиму. В том-то и сложность. С одной стороны, доброта, забота о братьях меньших, а с другой медвежья услуга, которая может привести к гибели аиста зимой. Вообще, именно этой птичке повезло. Люди, которые за ней присматривают, точно не оставят бусю в беде. Но не всегда подобные истории заканчиваются хэппи-эндом. А потому орнитологи в очередной раз обращаются с просьбой. Не стоит создавать условия, при которых птицы будут чувствовать себя зависимыми от человека. Ведь природа хороша своим естеством и разнообразием. Несмотря на то, что погода этой осенью решила нас еще побаловать теплым солнышком, лето все-таки уже позади. А это значит, что время подрастающего поколения отныне большей частью будет посвящено учебе. А вот как же интересно и с пользой провести незатронутые школы часы. О том, как и где можно организовать познавательный досуг для детей, поговорим сегодня с Надеждой Селивоник, заместителем директора многопрофильного центра детей и молодежи города Бреста. Надежда Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала поинтересуемся у вас, как вы начали новый сезон, с какими, возможно, успехами, достижениями? Ну, у нас лето всегда проходит очень активно. И лето является обычно финалом каких-то соревнований, которые проходили в течение учебного года. И в этом году на областных соревнованиях по стритболу наша команда заняла первое место. Это такое наше в этом году достижение. Поэтому мы этим, конечно, очень гордимся. На стритболе мы давно не побеждали. Но вот я, знаете, что хотела сказать Надеждой? Мне вот кажется, что касается работы вашего многопрофильного центра, все-таки, понятно, достижения, какие-то победы. Но, вернее, это главное. Главное то, что вы позволяете детям всесторонне развиваться абсолютно в разных сферах. Это и спорт, и творчество. Правда? Ну, это действительно так. И хочется отметить, что наши подростковые клубы и занятия по интересам, которые в них организуются, они как бы являются стартом для детей. Потому что по месту жительства они приходят, смотрят, изучают, в одном кружке позанимаются, могут бросить, через месяц во второй перейти. И ищут себя, ищут, ищут, находят. И, возможно, даже не находят достаточно там высокого уровня в нашем клубе. И они тогда идут в спортивную школу, в художественную. Ну, а кто-то из них остается, конечно, у нас. И еще у нас есть такая особенность в клубах, когда ребенок, например, который желает, ну, не ищет себя и разносторонне развивается в течение жизни, да, от 6 лет до 18, так скажем. Получается так, что малыши совсем приходят, допустим, на рисование или на английский. Поучились, получили базу, переходит в следующий кружок. Ну, например, там, из английского в рисование, из рисования в декупаж, резьбу по дереву. Потом, значит, они идут на настольный теннис. Ну, если взять девочек дальше, с настольного тенниса, они переходят в студию Грация. И так получается, в течение, как бы, такой вот школьной жизни они на базе одного и того же учреждения могут позволить себе разностороннее развитие. Привет, это действительно замечательно. Тогда давайте расскажем, что у вас в ближайшее время, какие мероприятия намечаются. Значит, у нас в этом году такой новый проект, соревнования добровольных молодежных пожарных дружин по правилам Международного комитета по противодействию пожарам. Уже в мире достаточно это развита система работы с несовершеннолетними по, значит, таким соревнованиям. В Беларуси пока это еще только зачатки. И вот команда добровольных пожарных города Бреста представляла город, даже не город, скажем, нашу республику. В Польше летом. Но мы были вне конкурса, потому что мы еще, так скажем, новички. Но, тем не менее, результат достаточно был хороший. Поэтому мы решили в этом году попробовать и на Брестской земле организовать такие соревнования. Мы пригласили к участию как и польскую сторону, так и наших брестских детей. Ну и, естественно, все, кто хочет принять участие, всегда у нас в основном любительские соревнования. Поэтому даже если кто-то услышит нас сегодня и захочет, чтобы их ребенок поучаствовал, мы будем очень рады. Каков это число будет? Это будет 18 октября в легкотлетическом манеже с 11 до 14 приглашаем всех зрителей, болельщиков поболеть за наших ребят. То есть это уникальная возможность для ребят первыми в стране, можно сказать, да, попробовать себя в качестве пожарного, да, на какие-то азы освоить? Да, действительно. Ну и вообще привлечь внимание очередной раз ребят к проблеме безопасного поведения. Да, ну, кстати, сейчас это актуально, отопительный сезон начинается, и как раз-таки статистика, к сожалению, не утешительная. Я знаю, что вы, кроме того, уделяете повышенное внимание. Сейчас модно о здоровом питании говорить. Вы не в стороне тоже. Да, в сентябре месяце отмечался День здорового питания в Республике Беларусь. Мы проводили серию интерактивных игр, где ребята учились отказываться от стереотипа вредного употребления вредных продуктов. Ну, а в ближайшее время у нас будет организован такой конкурс салатов «Танец капустного листа». Прекрасно. Тут тоже каждый желающий, и мамы, и девочки, и мальчики, все могут принять участие. Но цель, конечно, не только в создании здорового питания, но и пообщаться, да, в общем-то, хорошо провести время, познакомиться с достижениями друг друга, порадоваться, в общем-то, так, как мы всегда стараемся собрать вокруг себя круг единомышленников. А вот 14 октября День матери, да, празднуется? Да, мы его начнем уже праздновать с этой пятницы. В наших клубах вот так камерно мы проводим обычно эти мероприятия, мы приглашаем мам, бабушек, иногда даже папа к нам приходит таким образом поздравить. Мам и дочек, будущих мам с этим праздником. Вот это какие-то мини-концерты, поздравительные конкурсы, в которых и мамы, и дочки могут порадовать друг друга своим вниманием, теплом, обаянием. Натиша Задемина, вот если говорить о качестве и возможностях дополнительного внешкольного образования в Бресте, вы, опять-таки же, предоставляете уникальную возможность совершенно бесплатно еще и повысить уровень английского. Вот на данный момент можно еще попасть в эти кружки? Ну, у нас достаточно много сейчас по городу уже объединений по интересам на изучающих на базовом уровне английский язык и даже на повышенном. Ну, на сегодняшний день это исключительный случай попасть сейчас, потому что в основном уже все группы функционируют, и потом уже месяц прошел обучение, ну, то есть какое-то это. Но если кто-то очень хочет, конечно, можно поинтересоваться у нас, да. Но лучше, конечно, уже сейчас поинтересоваться на будущий год. Мамам, которые хотят, значит, записать детей в эти студии, которым сегодня 6 лет малышам, вот уже нужно сегодня побеспокоиться и узнать, когда и где будут эти занятия. Да, они проходят абсолютно бесплатно, и педагоги у нас все имеют образование учителя английского языка. Это здорово. А вообще в другие кружки сейчас еще можно прийти? Мы практикуем набор детей круглогодично, и практически всегда у нас занятия идут с учетом индивидуальных особенностей, потому что ребята все равно с разным уровнем приходят, ну, девчонки, мальчишки, и поэтому мы стараемся подстроиться под каждого. Кто-то раньше, кто-то позже, да. Да, ну и потом есть всегда ситуация, когда кому-то что-то не понравилось по каким-то причинам, он оставляет кружок, освобождается место, и мы всегда готовы всем ребятам, которые придут к нам. Потом мы всегда остаемся друзьями, и у нас так получается, благодаря тому, что у нас есть клубы, кабинет, в котором проходит занятие, он обычно свободен до начала занятия и свободен после. Поэтому педагог для ребенка становится еще и таким другом, с которым он может свои проблемы обсудить. Это и просветительская какая-то работа, они узнают, и где можно на какой-то концерт сходить, на мероприятие, которое еще в городе. Интересуется, может ли это помочь им в этом педагог, потому что не все родители всегда могут отвезти их куда-то. Поэтому мы всегда рады новым друзьям. Поэтому еще раз всем, кому это интересно, такая действительно уникальная возможность провести время с пользой, приходите, да, Надежда Владимировна, приглашайте. Добро пожаловать. Спасибо вам большое за эту интересную беседу и всегда рада видеть у нас в гостях. Спасибо. О том, как детям с пользой и без материальных затрат провести свой досуг в Бресте, говорили сегодня с Надеждой Селивоник, заместителем директора многопрофильного центра детей и молодежи города Бреста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь наступает, потому что солнце в другую сторону переходит. Потому что солнце садится. Ночь наступает, когда вечер уже становится, уже солнышко очень сильно прячется там, и ночь уже начинается. Чтобы высказаться, идти на работу. Чтобы спать ложиться. Потому что мы все устаем, и наша земля уже приходит к темноте. Ночь наступает в том, чтобы люди спали и сил набирались. Потому что наша земля, ну, одним боком к солнышку, другим боком к луне. Потому что люди тоже должны отдыхать. И должны спать. И должны спать, там отдыхать. Поэтому создали ночь. Потому что пора спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо нашим маленьким героям за подаренные эмоции. Надеюсь, вы уже прониклись ощущением того, что наступает удачный и замечательный новый день. Вот увидите, что сегодня у вас определенно все получится. Утренний эспрессо желает всем хорошего настроения. Как минимум до нашей следующей встречи. С вами была Екатерина Тарасевич. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА